Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Мастер Чу, и очередной видеоролик, посвященный игре Lineage 2 MAME. Я очень плотно подсел на эту версию игры, поэтому роликов будет много. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте поставить лайк, не забывайте подписаться на канал, а также на все социальные сети, которые имеются в описании. Также не забывайте, что в описании имеются реферальные ссылочки, можете стартануть вместе со мной. Я играю на сервере Elcardia и буду рад вас там видеть. Ну что, сейчас фоном вы видите, как я вытащил в этом месяце с донатной штуковиной красного Агатиона. И это Чуринг, это топовый магический гомункул, точнее не Агатион, а Гомункул. Я постоянно путаю в этих версиях Агатионов, Гомункулов вот эту всю историю. Порадовался? Нет. Абсолютно, конечно же, нет. И сразу же после того, как я не порадовался, я психанул, пошел открывать коробки. Открывать сундуки археолога. У нас это видео будет поделено на две части. 1600 коробок, потом небольшие крафты, небольшие заточки, потом снова 1600. В конечном итоге я открыл 1000, точнее 3200 сундуков. Лут с этой акции на самом деле достаточно хороший. Может, есть шанс упасть третьей пушке дракона, есть шанс упасть второй пушке дракона. Но за спейлерю настолько топовые награды я не вытащил. Потому что если бы я вытащил настолько топовые награды, видео, конечно же, было бы немножко в другом ключе. Но, тем не менее, вы видите, что пак опенинг начался. Выпал терсий уже, выпал Агатиончик, выпала сверкашка. Короче, для усиления самоцветов выше 5 уровня исключительных. И это просто кайф. Я уже постепенно начинаю переходить в фазу буста, когда этот буст становится очень-очень дорогим. Конечно же, в какой-то момент я пристопнусь с бустом этого персонажа. Потому что вливания, которые будет он требовать, будут уже исчисляться не сотнями миллионов, не миллиардами, не сотнями миллиардов. А перейдут в отметку триллионы. Но, тем не менее, забустить персонажа плюс-минус на 500 миллиардов до конца года мне, конечно же, хотелось бы. Как вы видите, насыпает достаточно знатно. Я не буду в этот раз приводить какие-то сверх таблицы с подсчетами. Просто скажу, что с первой открывашки я вышел в небольшой плюс. Если особенно считать золотые слитки, которые достаются с данных сундуков, если их продавать. Если их не считать, то это, конечно же, минус. Акция сейчас значительно более интересна для новых серваков, для того же самого Кадмуса, для Фариса. Она, надеюсь, что насытит рынок необходимыми итемами. Там для ваших твеночков могут упасть талисманы семи печатей, золотое древо. Падают они довольно в хороших количествах, довольно в приятных количествах. Осколки артов, бижа драконов. Но, кстати, вторая акция подряд наконец-то перестали падать книги артефактов. Они сейчас вырастут в цене, наконец-то. А то с предыдущих двух или трех акций их натащили такое количество, что, к примеру, на Элькарде они начали стоить по 4-5 миллиардов. Хотя я напомню, что еще год назад эти самые книги стоили по 40, по 50. Поэтому я бы, наверное, не особо рекомендовал вам ждать, когда они появятся снова, а успевать их покупать сейчас по 8, по 9. Потому что может быть вполне такое, то что их просто-напросто снова полгода в акциях не будет. Как вы видите, насыпает достаточно много всего. И есть небольшое горение, на самом деле, не к Innovi, к 4-гейму. Точнее, даже не к Innovi и не к 4-гейму, боже мой, к NCSoft. Да, у нас появилась очень классная система возможности открывания этих самых сундуков и коробок достаточно быстро. Просто-напросто открывает специальный интерфейс и так далее. Но, к примеру, вот с этой акцией падают сундуки, из которых ты достаешь рандомно золотые слитки. Один вопрос, почему не ввести кнопку для тех самых сундуков, которых может с определенным шансом упасть от 1 до 1000 итемов, сразу же кнопочку «Открыть все». Это было бы приятнее. Мне абсолютно неинтересно, вот так, как вы сейчас видите, ждать, что оно будет открываться. Это очень долго, это очень нудно. Там нет шансов на лут какого-нибудь другого итема. Нет вот этой возможности багнуть инвентарь. Почему просто не взять и не дать возможности открывать сундуки, в которых только один тип награды автоматически. Я считаю, что это очень сильно бы помогло игрокам. Лут вы, собственно, видите на своих экранах. Я после него, конечно же, счастливо побежал на аукцион проверять, сколько все это стоит и выставлять на продажу. Упал Агатион Скорпиона, также упал Агатион Дева. Все это дело, конечно же, продалось. И сейчас, я думаю, что многие из вас видели уже две части «Демон ночной заточки». Там венец был не пятый, а шестой. Ну и, соответственно, вот тот самый момент, да, когда этот венец превратился из пятого в шестой. Вообще, я задумываюсь. Есть ребятки, которые делают контент на том, что у них максимально забущена удача на персонажей. Это даже отдельный вид барыг. Они за небольшую плату готовы за вас ткнуть. Но вы будете знать, что у чела разогнана максимальная удача и, вероятно, заточить ваш итем выше. Как видите, вот венец встает шестой. Это кайфово. Цели какой-то догнать его до плюс десяти у меня нет. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь мы его сделаем. Может, через пару подобных акций, когда будут кайны на безопасный тык без развала этого самого предмета. Я надеюсь, что тогда я сделаю десятый. Но десятая радужка, это уже, знаете, большая история про ПВП, не про ПВЕ. Сразу же на радостях я пошел точить кольцо. Колечко, колечко, кольцо, да. Вот то самое кольцо, которое я долгое время, по-моему, носил на себе. И, соответственно, мы смогли сделать из восьмого кольца. Удачи не прокнуло, но, тем не менее, колечко заточилось на плюс девять. Сейчас вы это все увидите. Я буду немного спойлерить, но мне есть о чем поговорить с вами в этом видеоролике. Так вот, горение, горение консисофту, то, что юзер не френдли у них игра в очень многих моментах. Хотя мейн очень сильно опережает и версию Эссенс, и версию Легаси, и версию Евы по удобству, по, знаете, по вот этой доброте, которую испытывает игрок от разработчика, играя в эту игру. Ну, конечно же, если вы чели, который, там, готов по 20-30-40 тысяч рублей в месяц донять в игру, тогда вы будете чувствовать, как вас прям обласкивают за эти денежные средства. Просто проблема в том, что Эссенс, Ева и Классик для меня сейчас имеют значительно меньшую актуальность, чем мейн-версия. Кстати, за спойлерю, на канале скоро выйдут видеоролики по Эссенсу, и будет один очень интересный формат по версии Евы, поэтому ждите, они обязательно скоро выйдут. Также выйдет видеоролик, который будет вообще не про линейку. Может быть, даже два в этом месяце я их успею сделать. Есть идея, которая сидит во мне уже, наверное, на протяжении года, и я все никак не могу дойти до ее реализации. И да, кстати, заточка, синтез массии. Как вы видите, довольно много массий пятых у меня получилось, и у меня они почему-то очень-очень хорошо заходят. Ну, прям очень хорошо. То есть я сделал, по-моему, восьмую массию, которую сломал потом с восьми на девять. И, блин, я мог ее продать, конечно же, и заспойлерю. Я после этого сделал еще одну массию, снова на восемь, но вот ее я уже продал. Разница между восьмой и девятой массией, вдумайтесь, восьмая массия у нас стоит на сервере 69 миллиардов, плюс-минус цены колеблются. А девятая уже 500 плюс. И вот, конечно же, Чу ведется на такие авантюры, и Чу хочет сделать как можно более заточенную. И сейчас, кстати, опенинг еще 1600 сундуков. Со второго раза, кстати, мне насыпало, по-моему, значительно интереснее. Если я ничего не путаю, в этот заход мне упадет серега плюс десятая падшего дьявола. Падшего дьявола, боже мой. Падшего демона, падшего дьявола, падшего ангела, ё-моё. Демоны у нас пасть уже ниже некуда, не могут. И вот эти лутбоксы, на самом деле, довольно неплохие. Вот, серега падшего ангела как раз нам выпадает, плюс десятая. И сейчас у меня два слота с серегой и с кольцом закрыты на плюс десять. По поводу сережки, у меня сережка Атласа, двенадцатая, её я менять пока что не буду. А вот второй слот меня очень сильно коробит. Ребят, напишите в комментариях, что брать нашему разбойнику, да, вторым слотом. Пытаться размутить какое-то плюс четвертое кольцо дракона, плюс пятое. Или же взять и не париться кольцо ангела простого, девятое, десятое. Чё вы думаете по этому поводу? Ну что, я колеблюсь и я не знаю, вот, чем заткнуть второй слот. Да, есть гайдики, кто-то советует там не заморачиваться и мутить себе четвертое и пятое кольцо дракона. Кто-то советует потерпеть и сначала взять себе кольцо ангела или кольцо благого ангела. Не знаю. Я пока что в замешательстве абсолютно вот прям не представляю, что мне с этим делать. Ну что, коробки подходят к концу. Ещё у нас один кубик с агатионом упал. Два кольца дракона, что есть хорошо. Я их, к сожалению, не продал и это вы тоже увидите. Кстати, на старте этого сервака, точнее не на старте сервака, на старте моей игры на этом серваке я как-то открывал акцию. Это не попало ни в какой скринкаст. Я вытащил оттуда два кольца дракона, если я ничего не путаю. И одно из них заточил на пять и такой думаю, что-то как-то легко идёт. Может на шесть попробовать. Бах! И, короче, оно полетело вообще в никуда. Надо было оставлять. Сейчас бы таких заморочек и сейчас бы таких мыслей, что надевать во второй слот вместе с кольцом падшего ангела у меня не было. И ожерелка. Я бегаю, напоминаю, сейчас с ожерельем волокаса. Посоветуйте мне, что делать с ожерельем. Либо мне ожерелье волокаса менять на благое ожерелье ангела. Десятое сразу или девятое. Или же мне снова так же, как с кольцом, заморачиваться и брать себе ожерелье дракона. Третье, четвёртое. Очень жду ваших рекомендаций. Сейчас не байт на комментарии. Я просто реально сам как-то не могу принять такое окончательное решение. Сейчас пораскладываем с вами в интере весь этот буст. Как видите, есть две серёжки дракона, два кольца дракона. Довольно много всякого. Вот эти сверкающие кристаллы красок, сверкающие для заточки камней и так далее. Нападывает этого достаточно много добра. Но сверх топов валута в этот раз, к моему сожалению, ну, кроме десятой серги, к сожалению, нет. Я сначала очень сильно обрадовался, потому что я помню те времена, когда я стартовал на предыдущем серваке. Кстати, исключительный бриллиант с вами сделали. Я его уже сразу также заспойлерю, я продам. Просто я помню времена, когда я начинал на Сиро Наге. Ну, когда вот эти два сервака открывались. Я помню, что десятая серега падшего стоила каких-то сумасшедших денег. Это что-то точно больше, там, 10-15 тысяч рублей было. Но сейчас это прям просто, ну, ультра-средний буст, который может себе позволить, по-моему, даже бездонатный игрок, который будет просто долго и правильно фармить все, что есть в этой игре. Сессионки, ходить в Детрон, ходить, фармить Локи, ходить в Той и так далее. То есть, если у вас плюс-минус более-менее буст есть, то вы еще дополнительно сможете все это и без какого-то сверхдоната сделать. Да, сейчас открываются у нас с вами эти сундуки, которые уже надоели. Все, скипнули, отлично. Вот она заточка двух колец и двух сережек. В этот самый момент, друзья, вы в следующем видеоролике получите отсылку к этому видеоролику. Вот в этот самый момент я уже был в жестком тильте. Я начинал точить на Еве, на Эссенсе, на Мэйне, потому что я жестко тильтанул в какой-то момент. И моя вам, друзья, рекомендация. Если вы тильтуете, если вы что-то поломали в какой-то версии игры, или вы, допустим, зашли на Мэйне, сломали какую-нибудь пушку, я не знаю, да не важно. Если вы чувствуете, что у вас рука тянется пойти и херануть еще что-нибудь, а потом еще что-нибудь, а потом еще что-нибудь, это бесконечный тильт. И вы начнете ломать, 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 ломать. В конечном итоге поломаетесь к херам вообще полностью. Мой совет. Если что-то поломали, чувствуете у себя внутри вот это чувство тильта, не лезьте, не надо, не ломайте. Просто Alt F4 из игры, денек прошел, пришли в себя и погнали дальше. Это самая хорошая схема в линейке. В конечном итоге, если вы не научитесь перебарывать желание поломать все, то чаще всего вы будете просто перманентно находиться в слове. И ладно, если вы на том же самом эссенсе можете черными купонами все это дело восстановить, на мейне лучше, ребятки, так не делать. Тут огромное количество возможностей делать все абсолютно безопасно, поэтому прибегайте к этим возможностям, а еще лучше покупайте готовый буст. Кстати, вот это вот уже феерия тильта, когда я пошел серьгу девятую с селенитом ломать с шансом 7%, но именно в этот момент я схватился за голову. Типа, брат, что я делаю? Это девятая серьга, у которой достаточно хорошая себестоимость, это не будет хорошо для контента, это не вызовет какой-то эффект вау. И я такой, 7% модифицировать, не модифицировать, а она же стоит денег. Ну и в конечном итоге я пошел на аукцион, посмотрел, сколько стоит девятая серьга и такой, не, ребятки, это дело надо продавать. И, кстати, кому она нужна, пишите, может быть я вам с какой-то скидкой скину, пишите в игре на никнейм iMasterChu и с точкой. Вот, следующий момент, который также хотелось бы обсудить в этом видеоролике, это акция с синтезом куколок Фрей. О, боже мой, это, я не знаю, это придумали гении и в то же время демоны и в то же время говнари, эту акцию. Поясню сейчас за эту акцию. Кстати, для начала увидим, как я поменял девятую куклу на рубин исключительный, точнее он не исключительный, а нет, исключительный рубин пятого уровня, очень крутой. Это довольно сильный буз для моего персонажа и слот рубина, можно сказать, закрыт. Его просто потихоньку теперь дотыкать до десятки и забыть про него. Так вот, что касаемо самого синтеза и что касаемо этой акции. Я в нее довольно плотно окунулся. Ко мне ребята приходили на стриме и говорили, что ж ты делаешь, зачем ты в эту акцию макаешься, это же просто разводилово. Поясню, для новых серваков, да, скорее всего это хороший шанс, хорошая возможность сделать достаточно недоступные итемы. Очень важный нюанс это то, какое количество адены есть у вас на сервере, какое количество и сколько эта самая адена стоит по отношению к монете инхасад. Я макнулся, седьмые куколки я сделал, наверное, за эту акцию порядка 8-9 штук, что-то типа того. Я точно помню, что я забрал радужку Берса и продал ее нашему ножику в КП. Я помню точно, что я забрал радужку для своего суммонера. Я помню, что я забрал еще кучу всего. Я делал восьмую куклу. Восьмую куклу я не стал забирать. Я сделал девятку, забрал рубин, который вы только что видели. И я сделал одну десятую. И очень сильно геморройался потом с продажей финалок. В конечном итоге у меня на данный момент с продажей финалок лежит 320 миллиардов адены. Я пока что думаю, куда эту самую адену деть, правильно, во что пустить этот самый буст. Но сам факт того, что очень-очень долго происходит этот синтез. Факт того, что эта акция, в которой ты действительно ставишь синтез, она сжигает у тебя адену и может не дать ничего. Но факт того, что ты видишь цифры, вот эти вот, которые неадекватные. 0,11%, 0,12%, 0,1%. Они немножко демотивируют. Я считаю, что геймдизайн в этом нюансе, он сделан отвратительно. Им нужно было делать так. Да, NCSoft. Вы же, конечно, смотрите каждый мой видеоролик. Я просто считаю, что было бы лучше сделать так. Десятая кукла делается там условно, последний клик это 0,5%, 9 шанс 1,5 или 2%, 8 еще сколько-то, 7 еще сколько-то и так далее. Но вот этот самый обмен был бы, допустим, не за одну десятую куклу Фрейда, а за 10. И все. То есть в целом для них бы ничего не поменялось, но для игрока это хотя бы не выглядело как что-то вообще невыполнимое. 0,01%. У меня несколько часов синтезировалась эта кукла. Просто вдумайтесь, зачем, кому это надо, я не знаю. То есть если разрабы думают, что я буду сидеть и пялить в монитор, как пытаюсь попасть в 0,1, да ну нет. Я просто загрузил условно 80 миллиардов адены на чаро, кликнул и после этого такой, ну все, можно уходить и потом просто проверять засинтезилось или нет. Короче, это максимально, как по мне, галимая штука, неинтересная и с точки зрения контента, и с точки зрения игрока. Надо переделывать. Вот такое было видео, показал вам опенинг 3200 коробок сундуков археолога, показал вам немножко синтеза, который я сделал, показал вам немножко заточки. Не забывайте подписаться на канал, также не забывайте, что в описании к данному видеоролику имеются мои социальные сети, а также реферальные ссылочки для того, чтобы начать играть в любую абсолютно версию линейки. Получайте удовольствие, играйте в хорошие игры, с вами был я, Мастер Чу, всем до новых встреч и пока.